Второй самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Китая. Первый самолет уже прибыл в Ухань. Перед вылетом домой военные медики проведут первичный осмотр всех пассажиров. По оценке нашего посольства в Китае, провинции Хубэ, находится 341 россиянин. Из них на связь с дипломатами вышли 183. Мечтым российским ученым до сих пор не удалось выделить штамм коронавируса. Из-за этого тормозится создание вакцины, заявил в Госдуме замглавы Минздрава Сергей Краевой. По его словам, создать саму вакцину несложно. Нужно буквально от двух до пяти месяцев. В свою очередь замглавы Роспотребнадзора Вячеслава Сомаленский опроверг сообщение о том, что новый коронавирус поражает только китайцев и других представителей ангалоидной расы. Прокомментировать эти заявления бизнес-фэм попросил вирусолога Юрия Васильева. Штамм выделить. То есть то, что сделали в начале, в середине января в Китае, в принципе, никаких особых сложностей здесь быть не должно. Единственный, опять же, основной фактор сейчас, что у нас не так много заболевших в Российской Федерации новым коронавирусом. Соответственно, того, с кем работать, то есть количество образцов, которые можно взять, оно не такое большое. Такие факторы есть немного субъективные, которые влияют на процессы. Что-то получается лучше, что-то получается хуже. Я думаю, что это в пределах дней, максимум недели-две, и эта работа будет завершена, и наши ученые выделят этот вирус. Провняют его с тем, что выделяют в других странах, мы об этом узнаем, и тоже сможем подключиться в этой части к работе. В СМИ были сообщения, что новый этот коронавирус поражает азиатов, но сегодня Роспотребнадзор официально заявил, что новый вирус поражает всех, вне зависимости от национальности и этнических корней. Вот избирательность вируса вообще, в принципе, по расовому признаку, она вообще возможна, как вы думаете? На сегодняшнем уровне развития науки и техники, то есть те механизмы по вирусам, даже более изучено, как грипп, например, там даже не за что зацепиться сейчас, даже теоретически, в какую сторону пойти, чтобы, может быть, повысить специфичность относительно людей, у которых есть какие-то генетические факторы, наличие, отсутствие каких-то ферментов и так далее. То есть это на уровне научной фантастики. То есть вот эта история, которая в информационном поле, скажем так, надумана. Юрий Васильев, Тюменская область станет зоной двухнедельного карантина для россиян и граждан других стран, эвакуированных из Китая в Россию. Тем временем Миря набирает силу сенофобия. Все представители монголоидной расы становятся объектом повышенного внимания. Алексей Доронин продолжит. Китайцам по всему миру сейчас не позавидуешь. Мало того, что внутри страны бушует вирус, так еще и за рубежом туристам из Поднебесной не всегда рады. Сенофобия захлестнула даже Европу. Французская газета «Курьер Пикар» вышла с вполне российским заголовком «Желтая тревога». Девушка по имени Кэти Тран призналась, что по дороге на работу в городе Кольмар услышала на улице, как один мужчина говорит другому «Осторожно, там китаянка». Китайцы по всему миру ответили на это флешмобом «Я не вирус», с тем посылом, что характерная внешность сама по себе опасности не несет. В сети популярна такая фотография. Девушка азиатской внешности держит плакат на грузинском языке. «Мы корейцы, в Китае не были, в Тбилиси живем давно». Не обошла сенофобия и Россию. Один из ресторанов в Махачкале разместил у входа рекламу своих хинкали с огромной надписью «Китайцам вход запрещен». Рядом изображен чумной доктор в птичьей маске и нарисована модель вируса. О том, что к азиатам сейчас относятся с большим подозрением, в своем инстаграме рассказала гид Александра Маслова. Она проводила экскурсию для туристов из Гонконга в московском метро. «Зачем вы их сюда притащили? Пусть убираются», – реагировали некоторые москвичи. Однако, если говорить в целом, китайских туристов в России стало ощутимо меньше, говорит гид, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Мария Александрова. Россия пусть и ввела временный запрет на пакетный туризм из Китая в Россию, индивидуальные путешественники к нам все же едут. Многие летят отнюдь не из Хубея. Иные, например, студенты и вовсе возвращаются в Россию. Но о теплом приеме речи не идет, отмечает основатель платформы «Серый МОКО» Фан Фэй. Таксисты отказываются принимать китайских туристов. И в гостиницах в Москве отказываются застрелить китайских туристов. Знаю ситуацию в Екатеринбурге, у нас просто стоят. Мне рассказывают, что пошли в магазин купить какие-то косметики. Ну, уже все совершили покупки. Спрашиваю, можно ли пакет взять. И женщина, которая отвечает за это, очень далеко стояла и сказала, что нет пакет. Хотя это Китай, но видела, у них есть пакет. Мы просто не хотели контактировать. Мы сами с пониманием, но с другой стороны мы реально видим, поскольку для тех китайцев, которые не из Хубы вернулись в Москву, это тоже не очень приятно, скажем так. Для России мы одни китайцы. Как бы, что нам делать? Одно дело вам страшно, а другое дело нам тоже страшно стало после этого. В многонациональной России своя специфика «якуты» или «бурят» все равно станешь объектом самого пристального внимания. В целом, большую настороженность сограждан в отношении приезжих из КНР хорошо описывает шутка из сети. В целях профилактики коронавируса будет закрыта станция метро «Китай-город». Алексей Доронин, Бизнес-ФМ. В общем, уральские авиалинии отказались перевезти из Китая около 70 граждан СНГ, у которых были билеты на рейс. Компании объяснили, что не имели права забирать из Китая кого-либо, кроме россиян, поскольку с 1 февраля Россия официально приостановила регулярные рейсы в КНР оттуда. Теперь российские перевозчики могут выполнять только чартеры с условием брать на борт исключительно граждан России. В авиакомпании заверили, что вернут пассажирам полную стоимость билетов без штраф и комиссий. Госбанк развития Китая собирается выпустить спецаблигации на 20 миллиардов долларов, средства от размещения которых направят на борьбу с коронавирусом. А в Макао из-за коронавируса закрывают все казино. Карантин в этом специальном административном районе КНР продлится две недели. Ранее Макао подтвердили коронавирусу 50-летнего местного жителя, который в конце января обещал соседний Гуанчжоу. Сейчас мужчина изолирован. Таким образом, под закрытие подпадают 49 горных заведений Макао. Не только в обнаружении вируса в регионе, но и в снижении турпотока, говорится зав. корпунктом ТАСС в Китае Андрей Кириллов. Все китайцы привыкли туда ездить, поиграть. И вот сейчас из-за эпидемии понимания нового типа поток китайцев из материкола, типа Макао, сократился. И в общем, это как бы одна из причин. Нет особого смысла сейчас поддерживать на том уровне, так сказать, вот этот горный бизнес, который в Макао процветает. Какая-то вспышка серьезная в Макао могла бы в дальнейшем отразиться и на горном бизнесе, и на туризме. Едут не только китайцы, едут со всего мира. Там даже есть аэродромы, можно прилететь на частном самолете, выскочить из самолета, там быстро, значит, 2 часа поиграть, спустить свои деньги или, наоборот, выиграть. Так сказать, и тут же, значит, прыгнуть обратно и улететь. Макао – это юг Китая. А эта болезнь, она все-таки тегакеет к югу. Если не считать самого Ухани и провинцию Хубы, то наибольшее количество людей сейчас заболевших. Провинция Джанзиан, восточная провинция в Гуандуне, которая граничит у нас как раз вот с этими специальными автономными районами Гонконг и Макао. Андрей Кириллов, бывшая португальская колония Макао, называют азиатским Лас-Вегасом. За 20 лет автономия и экономика региона выросла на 557%, и сейчас она занимает второе место по ВВП на душу населения в мире. Макао обладает значительной автономией и собственными законами, в отличие от остального Китая. Там разрешены азартные игры, за счет которых Макао и развивается, имея стабильный поток гостей из КНР и других стран.